Меня слышно, да? Вот обзавелись тут таки морала, пусть все было слышно. Значит, сегодня мы едем в Саблинские пещеры. Нас там уже ждут клуб с милиологом в Санкт-Петербургском. Там люди все профессионалы, мастера спорта. Они уходят в пещеры на недели, живут неделями под землей. То есть задавайте вопросы, интересуйтесь. По экипировке они могут все что угодно. Для автономного пребывания расскажут, как делать, что делать. Очень интересные, увлекательные люди. После каждого светофора будем притормаживать, собираться, я так понимаю. Светофоры как проезжаем? Светофоры проезжаем по правилам. По правилам, да? Да, едем по правилам, потому что не надо тигра дергать за усы. Мы законопослушные люди, поэтому едем по правилам. В эту поездку едем по правилам. Дальше. Сколько мы в этой поездки едем по правилам? Так. Ладно, ребят, скупим билетики и поедем. Так, ребят, вот уже выезжаем. Поедем цепной колонной. Все, в основном, на чуберах. У меня спорты тоже есть, но сразу мало. Смотрите, какой ящик вообще. Колонки в него установлены. Ай-яй-яй-яй так делается. Вот это уже на 100 раз лет, по мне так. Музыка. Барская посадка. Все такое. Ну, все равно, то есть, и кожаные жилеты. Что-то мне это немного не мое. Я больше сейчас... Пока что, наверное, молодой. Люблю спорт, всякое такое. Все, уже движем колонну там. Отцепили нам путь, точнее. Да. Освобождаю там дорогу, там перекрываю движение. Скорость будет примерно 30-40 километров, я так думаю. Вот, уже отцепляю тут тоже мужик снимает на камеру. Ребят, я, кстати, в этом влоге, точнее, в этих покатушках поднял камеру немного повыше, потому что мне многие написали то, что камера была низкая. Да, я, правда, заметил, было не очень хорошо, извините. Я пока что только пытаюсь влиться, что ли, в это во все. Короче, сейчас попривыкну, и будет все огонь. Посмотрите, я вас слушаю, пишите мне ошибки, я ваши буду исправлять. Пофигню, пожалуйста, и не пишите. Девушки за рулем. Кстати, ребят, пишите в комментариях, как вы относитесь к девушке за рулем. Именно за рулем мотоцикла. Ладно, еще когда будем ехать по колонне, буду снимать, сейчас тут нечего снимать. Ребят, вот уже съехали с московского шоссе. Едем в пещеры. Вон, смотрите, какая вереница. Настроение хорошее, радио играет. Ямаха Вентура вроде. Такая просто бандура, машина. Три человека сейчас ведут колонну, три замыкают. Там, короче, один замыкающий ездит на Ямахе какой-то старенькой, квадратной. И у меня за девочка сеет с ним. Дочка вроде. Ну, ей лет девять, наверное. А у меня с ней колонна замыкает, пипец просто. Я, что, молодец, с одной стороны проводит время с дочкой. Тоже правильно. Ладно, ребят, давайте, когда у вас бредно, что снимать, то тут действительно контента нет. Ребят, уже проехали 43 километра. Что-то я думал, что не так долго будем ехать. Смотрите, как красиво, виды какие красивые. Вот, например, начало водопада. Ям, кстати, по дороге очень много. Очень много. Машин так средние. Я еду за Ромкой. Если кто еще не понял, Рома мой сосед подумал. В прошлом году познакомились, трикатаемся вместе. Я думаю, он же скоро приедет, потому что 44 километра проехал. А мне еще надо будет ехать Женя Ксюши. Так что вот так вот, вот так вот. Эх, папа у меня на дачу уехал, мне тоже взвал, погода сегодня хорошая. А я думаю, шашлыки, наверное, будут жарить. Надо предложить сегодня, Женя будет, если Ксюша не будет на работе, поехать и пожарить шашлыков. Понятно. Проебались немного. Мне кто-то там все названивает. Песочек. Вот он, сейчас будет хорошо видно. Где мотоциклы едут в эту колонию, кто едет в эту колонию. Как я понял, дорогу перепутали. Хайя Буз, а нет, давай, две БМВ. А, нет, еще не все, смотрите-ка. Где замыкающие-то? Нет, по идее, это замыкающие. Короче, сейчас надо найти еще, где... Вот, наверное, замыкающие, да. Очень не люблю так близко ехать мотоцикл в мотоцикл, потому что боюсь, что мне кто-нибудь зопу врезать. Или я, если не усмотрю, то кому-нибудь зопу врезать. Так. Азербайджан, друзья наши. А вот замыкающие, все, да-да-да, нашли их. Вот самый главный. Он организатор всей этой поездки. А, нет, не он. Короче, я запутался. Так все цветет красиво. А, боже, я уже даже устал немного ехать. Ему вот это всегда газ, тормоз, газ, тормоз, сцепление выезжал. Нет. Это немного не мое, я люблю поднаваливать. Ну, не совсем-то сорви голову, конечно, все это надо делать самым. Если есть хороший примик, почему бы и не выжить ручку газа до отказа. Смотрите, рифмовать стал. Да и по-куда там едем. Навигатор нам было повесить с кому-нибудь. У меня, кстати, Жекина эта штука висит под навигатор. 45 километров, ребят, проехали. А, вот, все. Просто пролюбились с поворотом. Сейчас завезут нас, отмудухают, мотоцикл заберут и выкинут в канаву. Вот это поворот! Да ладно, ладно, я шучу. Пылю-ка я его только что обтер. А Ромка помыл, вот вам повезло. Так, как я понял, мы уже практически приехали. Организаторы нас должны где-то встречать. Скинулись мы, кстати, по 400 рублей с каждого. Дети не скидывались. Я думал, он тоже представится ребенку, но подумал, что ребята старались. Это все-таки заработок. В какую мы глушь едем, я не понимаю. А, на спорте по кочкам. Да-да-да-да-да-да-да. Ты что, не понимаешь? А? Что? Я говорю, ты что, не понимаешь? Нет, я на вход в полу. А? Мы же тихарем, у нас у деда его площадка. Ну, понятно, да-да. Там памятник какой-то стоит. И изначально вот этот ED-250, это Wells вроде. На Yamaha сзади похож. Какая-то циркушка маленькая. Все нашлись. Ладно, ребят, еще разберемся, потом включусь. Ребят, на скакокос по пастбищу гоняют. У меня еще мотоцикл нагрелся, 109 градусов. Да, блин, а у меня же спорт. Если был бы ёбрик, я бы тут, блядь, на ручке газа проехал. Я на ёбрике, прикиньте, на этом, на кроссовом треке гонял. Да-да-да, я сумасшедший. Блин, действительно, что-то какая-то дорога отстойная. Я не понимаю, зачем мы тут поехали. Блин, мы типа что-то срезать решили. Хотя хрен его знает. Лучше, чтобы немного подольше проехали, но не по такому говну ехали. Блин. Что-то завалится, как нифиг делать, если честно. Блин, трава, она такая скользящая. И кочки везде. Вон, смотри. Извините меня, пожалуйста, за мат. Нецензурная брань. И бугурц на моем канале вообще не должен присутствовать. Вон, пролезть даже кто-то не может. Пипец. Наверное, люди не понимают, что происходит. Вон, ёбрик. Ху, как ездить быстро. Ну, хоть бы хну, не там, подвеска. А, боже. Я, по-моему, был бы слёг и квадроциклов. Можно было, чтобы проехали хотя бы красочей. Ну, б***ь, но не на Спартак же. Боже. Вентиляторы уже включились. Вот организаторы угорают над нами. Мухи, идите в нафиг. Ну, может, поедем, да? А, там женщина даже на Хонде едет. Нифига себе. Вот наше поле, точка встречи. Она сейчас припарковает мотоцикл так, чтобы он не завалился. Меня кто-то в лоб кусает. Сейчас с Рёмкой надо встать вместе. Отвечаю, пипец, б***ь. Чё происходит? Главное, чтобы тут ямы никакой не было. Пипец, ребята, б***ь. Чё происходит? Я в шоке. Ром, чё происходит? Надо было красачь покупать, отвечаю. Тут ям нету, интересно. Смотри, я весь в говне уже. А чё всё так продумано-то? Пипец, все в шоке, наверное, да? А? А? Ща проедутся. У меня просто упадает. Я понял, понял, понял. Ребят, треш, больше треша на канал. А? Да я с камерой. А. Какие у тебя ощущения от этого? Ребят, девочки, только вы видите, где на Спартах ездят по траве. Я тоже так думаю. Алло. Смотри, зато там объекты. Давай, как... Треш. А? Просто треш. Давай, сейчас. Ой, какая девочка маленькая. Я тут выкину. Надо подножку ещё в траве ныть. Ребят, я вроде встал. Ладно, сейчас мы будем обосновываться и включить потом. Значит, ну, мы приехали на место. Тут более подробно наши гиды расскажут, что здесь происходило. Ну, вот внизу, под нами, целая сеть подземных родов. Вот это так называемые пещеры, да? Они рукотворные. Это тут добывали песок. Для кирпичей, там, не знаю, там, для стекла и тому подобное. 200 лет добывали. Вот. Сейчас буквально пару слов наш... Я представлю, вот Валентин Рыцов. Подойди, пожалуйста, сюда. Это президент Санкт-Петербургского клуба спелеологов. Вот. Он сегодня нам будет показывать все вот эти таинства пещерные. Возможно, вчера он спускался вниз, увидел там мышку летучую. Так что не пугайтесь, если тут будет увидеть. Они вечером разлетаются, а ночевать днём прилетают на место. Вот. Достаточно сестнённые условия, чтобы спуститься вниз. Ну, буквально сейчас пару слов он расскажет. Сейчас, вот я так понимаю, там люди у вас наладят какую-то там безопасную переправу, чтобы можно было спускаться не кубарем, а придерживаться за верёвку и так. Буквально несколько слов сейчас вот вам скажут. Раз, раз, раз. Побыстрее, побольше. Эхарбас. Меня пригласили вам провести небольшую экскурсию по Савлинским катакомбам. Мы вот с напарником сделаем так, чтобы вам было интересно. Поначалу у нас, как бы, будут небольшие такие пещерки. Ну, кто их пройдёт и у кого желание появится, что-то для себя более такое трэшовое сделать, то мы организуем большую экскурсию. Ладно, ребят, сейчас определимся по группам и мы пойдём в подземелье. Ребята, вот уже разобрались. Смотрите, вот тут поставили столы, стулья. Сейчас, что это готовит? Готовят плов. Солище, давайте. Два казана. Чисто, короче, потрешил. Что там, речка, да? Это кто-то отдыхает с палатками. Смотрите, ребята, там речка. Красивая тут природа. Ой, что-то я устал, кстати, ехать, честное слово. Ой. Хорошо, плохо я как раз кушах взял. Нет, 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 ещё давай. Короче, вышли будем потом. Да, он как-то придёт, это самое. Вот это, Виталий, главный организатор. Да, он поорал. Шеф. Короче, будем дальше разбираться, я буду снимать. Ребята спустились к речке, тут, смотрите, перекат идёт. Сейчас я вам сниму подрезку, это классно. А? Это классно. Да? Ну, надо GoPro не утопить. Дай главности не искупаться. Ребята, сейчас шатаюсь. Ну, пап, твоё впечатление. Пока ещё, просто слов нет. Сколько эмоций. Это как организация называется, которая всё организована? Да, дым, огонь, вода, труба, что-то там такое. Да, короче, это типа, блин, ну, организация типа Мотосолидарности, Мото Братана. Вот ещё есть такая организация. Мы спустились вот оттуда сверху, в водички. Сейчас немного погуляем, пойдём наверх. Кушать. Плохо сказано. Да, плово сказано. Настоящий, кстати, плов будет. Всё по технологии. Тут такой подъём такой. Под хорошим углом, скажем. Идь. А вы из Питера, да? Да, из Питера. Да, нас много. Прямо или я право? Посередине есть. Уговорил. Идь. Да, ребят, довольно нелегко поднимается тут. Ауэй. Главное, назад ещё не улететь. Смотрите, какая порода песка. Красная. Смотрите сейчас. Уже первый порог прошли. Обещанный обед. Обещанный обед. Днем там. Смотрите. Все туда прошли. Халя. Привет. Фух. Идём дальше. Хорошо, что Ромка дал перчатки. Да. Уъехал. О. Когда уйдетесь в мотоцикл, за его можно вообще не ходить. Ты приехал, что? Вот там мы были. Фух. Даже запахался немного. Там что-то собирается. Фух. Пойду посмотрю. Ну, в принципе, что вам показывать? Давайте вы выйдете, а потом я вам покажу всё, куда мы пойдём. Мы сейчас пойдём до такого места. Это довольно большой зал. Называется Могила Скалеолога. Там такая бутафорская могила. Всякие какие-то артефакты. Журнал лежит, где всякие пионеры записываются. Поэтому не надо уподобляться и писать. Здесь был такой-то там человек. Ну, вопросы есть? Нет. Нет. Тогда пойдёмте. Ребята, вот идём в Саблинские пещеры. Артём, ты же вперёд? Да, да, да. Это наш экскурсовод. Пять лет нам прожил. Ладно, по месту буду снимать. Вот, ребят, идём через дебри. Клещи, привет. Рома идёт впереди. Я через три человека. Он скатился в речку сразу. Вот, ребята. Вот. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok